Свообразным прологом к нашей выставке являются несколько изданий из фонда редкой книги. Одно из них – это справочник «Белорусская Советская Социалистическая Республика». Эта книга датуется 1927 годом. Ее редкие особняка шукали супрацовники областной библиотеки и мягорках специально до юбилею. С первых сторонок и деговорка про той самым манифест часового урада, от якого и веде и адлик Белорусская Советская Республика. Первого студента 1919 года он пригучил парадою. Этот день и лечится днем на роджении БССР. В 20 веке наш город прошел немало испытаний, ставивших под угрозу идею белорусской государственности и существования белорусской нации. Разделение территорий, две мировые войны, тяжелые годы восстановления разрушенного. Но преодолев все трудности, наша страна превратилась в одну из самых высокоразвитых республик Советского Союза. В зале одразу некольких поколений. Тут те, кто закладывал под муры для сегодняшнего добробыта и стабильности ветераны працы. Те, чье детство и молодость припала на советский час и те, кто народился уже у суверенной Беларуси. Для меня очень важна этот юбилет, эта дата, потому что я практически видел, как в послевоенное время, в 60-е, 70-е, 80-е годы происходило становление нашей республики, как росла материально-техническая база всех отраслей народного хозяйства, промышленности, здравоохранения, в социальной сфере буквально всей. И то, что создано было во время вот тех годов Беларусской Советской Социалистической Республики, мы сейчас используем в нашей Республике Беларусь. Я считаю, что это создание нашей Республики, оно должно быть образцом и ныне действующим государством, которые начинают обретать свою независимость. Первая Конституция закрепляла четыре языка в Беларуси официально. Это был русский, белорусский, польский и еврейский язык. Наверное, вот с таких моментов получилось то, что наша Республика живет в мире, где много национальностей, и они себя чувствуют свободно. Человек, который не знает свою историю, у него не может быть будущего. Поэтому это касается всего нашего народа, всей нашей Беларуси, что мы должны чтить, помнить эту дату, для того, чтобы мы могли дальше развиваться, процветать и двигаться вперед. Кристина Протасовицкая, Роман Филютич, Теллер, радиокомпания «Брест».